Надеюсь, вы подписались на мой канал и будете продолжать смотреть мои видео. Вот это мини-дрель, которую я придумал сам. Вот у меня есть другой вариант этой же мини-дрели, но уже с камнем, с наждачным. Вот видите, желтый провод. Этот желтый провод, он подключается к блоку питания и потом в розетку. Это у меня кнопка, при помощи которой я включаю наждачный камень. Моторчик очень сильный. Он очень хорошо пилит. На этом моторчике я вместо наждачного камня сделал такой, ну, из интернета я выписал по почте патрон. Патрон для зажимания всяких сменных сверел, всяких там насадок. Вот он разбирается и внутри находится вот такая вот втулочка. Эта втулка называется цанговый зажим. Этих втулок много разных. Они нужны для того, чтобы менять инструмент. Вот, например, вот такую пилу можно поставить. Можно поставить вот такой вот камень маленький, наждачный. Вот круглый, совсем новый. Вот много сверел у меня всяких полировочных, всяких инструментов. Все можно использовать. Этих цанговых зажимов с разными диаметрами тоже очень много. И все это можно использовать. Они есть или большие, или маленькие. Или для больших сверел, или для маленьких. Сверел много. Все хочется использовать. Все иногда надо. Вот именно вот какое-то другое. Ну вот, выбираешь какое надо, подбираешь цангу. И все это закрепляешь. И все это потом работает. Но одна проблема. Эти две дрели, они работают через провод с блоком питания. Они не работают от сети. То есть надо все время подключать к розетке. И у меня было такое желание сделать эти дрели беспроводными. Чтобы они работали на каких-то батарейках, аккумуляторах. Ну, я уже вам показывал в другом видео, что рукоятка, которую я сделал, вот с кнопкой, которой крепится этот моторчик. Что там есть место, что по размеру она такая, что можно закрепить. Вот смотрите, сейчас я вот поменяю блок питания к другому. Вот видите, как вращается патрон. Вот как вращается патрон. Вот видите, он вращается. И каким-то обором вот он может там сверлить, царапать. Вот рукоятка большая. У меня были, ну, такие вот желания, что взять и туда как-то каким-то образом запихнуть батарейку. Но у меня не получалось. Ну вот. Ну, а место для батарейки есть. Ну вот рукоятка очень широкая. Даже можно две батарейки запихнуть. Ну, и тогда вот этот вот провод, он не нужен. Потому что, конечно, он мешает. Потому что хочется очень, ну, очень хочется абсолютной свободы. Можно даже взять вот эти вот маленькие батареечки, которые вот 3А. Их вот сюда можно напихать на штуки 4. Но в этой ручке я понимал, что там помещаться должна батарейка. И тогда наступит полная свобода. И я искал способ, что же сделать. Я даже пробовал туда запихнуть аккумуляторную батарею от видеокамеры. Она на 7 вольт. Она очень мощная. И тоже можно было ее, да, вот как-то запихнуть. Ну вот я встретил такую вот батарейку. Эта батарейка, она находится в поварбанке. В зарядном устройстве для сотовых телефонов. Я эту батарейку оттуда вытащил. Она тоже помещается, вот смотрите. И она очень удивительно помещается как раз до кнопки. До кнопки. Я пошел дальше. Я начал размышлять, что же сделать. И сделал. Я вам говорил, что я сделаю мини-дрель без проводов. Это будет мини-дрель, работающая на каком-то аккумуляторе. Или на батарейке. Хотя я хотел на батарейке. Но не хочется бесконечно покупать батарейки. Я сделал на аккумуляторе. Вот видите, это у меня кнопка и устройство, которое зажимает батарейку. Вот смотрите. Обыкновенная рукоятка. Вот я беру аккумулятор. Видите, как он у меня хорошо упирается. Вот эти вот две пластины. Видите, вот обычная батарейка там болтается. Это вообще там болтается. Вот видите, они уже тут помещаются практически две. Над этим тоже надо заниматься и что-нибудь придумать. Я сделал так, чтобы у меня там помещалась вот эта батарейка от овербанка для сотового телефона. А это вот такая дверца, чтобы батарейка не выпадывала. Вот я прикрутила, она не выпадывает. Вот смотрите, я нажимаю. Без проводов. Абсолютно без проводов. И она работает. Вот смотрите, я все уберу. Моя мини-дрель работает именно от этой батарейки. Батарейка она или аккумулятор. Ну что-то такое. Так, ну что тут примагнитилось. Так, вот. И вот я наконец-то добился того, что я хотел. Я сделал без проводной вот эту вот мини-дрель. У меня была такая дрель. У меня была такая дрель с вот этим вот патрончиком с цанговыми зажимами. Но ее неудобно было держать. Я хотел, чтобы было в форме пистолета. Я не стал сюда переставлять патрон. Почему? Потому что за то время, пока я пользовался своими дрелями, я пришел к выводу, что дрель, ну, со сверлами используется гораздо меньше, чем вот этот вот шлифовальный наждачный, вот этот вот болгарка-циркулярка. Вот эти круги очень часто приходится менять. Вот видите, на куски резины я понаклеивал разного калибра наждачки. Понаклеивал, их меняю. Их используешь гораздо чаще. И закрепить их, ну, закрепить их очень легко. Вот видите, тут есть дрель, и вот сейчас я сверло воткну. И вот вы должны понимать, что я с дрели снимаю предыдущую наждачку, и на двигатель, ну, на вал двигателя надеваю совершенно другую наждачку. То есть, в зависимости от того, какой наждачкой мне надо работать, я вот надеваю нужный круг. Эти наждачные круги используются гораздо чаще, чем сверлок. Потому что свернуть дырочку один раз, а наждачки, ну, зачищать там надо тысячу раз. И поэтому я не стал делать, ну, вот сюда патрон. Потому что я понял, что сверлить мне придется не так часто, а слишком часто придется, гораздо чаще придется мне занаждачивать что-нибудь. Вот этих батарей у меня несколько. То есть, когда мне предстоит что-то делать, я их заряжаю, беру несколько штук с собой, и там, где я буду работать, когда одна батарейка сядет, я достану запасную, поставлю и буду продолжать работать. Вот видите, от этой батарейки тоже работают. Батарейки вот у меня запасные есть. То есть, дрель я могу взять с мини-патроном и использовать ее, ну, от блока питания. И в этом ничего нет страшного. Конечно, надо бы сделать и ее на аккумулятор. Так, ну, вот я сверлю, ну, сверлю я, сами понимаете, бормашинкой, ну, которыми используются стоматологи. Вот сюда можно поменять сверло, можно поменять сверло, ну, и можно поменять не только сверло, но и цанговый зажим. Вот поменяем сверло, вот я поменял сверло. Попробуем сверлить. Вот сверлить, видите? Потому что это мини-дрель такая вот. Я сейчас заказал другой патрон, настоящий, вот. Ну, я заказал патрон, но не цанговый. Вот так мы сверлим, сверлим. Вот видите, все хорошо, все прекрасно. Сверлим толстую пластмассу, все удобно. Все работает. Одна проблема, мешают вот эти вот провода, которые тянутся к блоку питания. Они тянутся к блоку питания. Ну вот, и вот это вот сверло, если его, например, хочется, например, сделать острым, можно его заточить. Ну, заточить на той же самой моей беспроводной дрели, которая помещается просто в кармане, просто в школьном пенале, который можно взять, принести в школу и на уроки труда достать из кармана и быстренько обнаждачить то, что вам надо. Вот. Ну, вот другая дрель, вот она тянется, и вот она рано или поздно. Блок питания, соединительное устройство, провода, и, ну, вот подключается. А к этой ничего не надо подключать. Да, вот где-то там должно быть дома зарядное устройство для аккумуляторов. Я взял, разобрал повербанк, вынимаю оттуда эти батарейки, когда надо, вставляю, надел вот этих вот запасных наждачек. В общем, я сделал то, что я хотел. Беспроводную дрель. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Будет очень много-много интересного впереди. Давайте дружить!